Приветствую вас! Сегодня будем обсуждать конкурс Golden Time 22 сезона, которые картины я выбрал в этом сезоне. Много было интересных работ, но лучшие места для меня были ограничены. И извините, кто не попал в этот список. Давайте начнем с первой картины, с первого художника. Это Валерия Харитонова. В первую очередь, мне понравилась эта картина, потому что здесь есть очень много стилей. И явно видно, что Валерия на профессиональном уровне может рисовать. Здесь не только рисунок главный, все расположение, а сама фигура этого человека. Оно в движении, таком движении, что сразу не поймешь. Когда смотрите, вот это надо почувствовать, себя поставить на его место. И очень интересная поза получается. Нога и шаг, но кулак тоже у него, смотрите, который идет сильно вперед. Вот, с моего взгляда, очень интересная картина. Спасибо Валерия. Было очень интересно. И мне оно очень понравилось. Переходим. Вот такой гиперреализм. Это, наверное, моя слабость, потому что я знаю, как сложно рисовать гиперреализм. И посмотрите, как детально здесь все отработано. Каждый свечок, каждый цветочек, это все идеально. Здесь много говорить от меня просто уже нельзя, потому что Ольга брал. И в этом варианте еще Ольга, Ольгина вторая работа тоже зашла в этот мой список. Потому что, вот смотрите, кинемные цвета, свобода. Вот у пирожки там из воды выходит это, каждый шарик, каждое движение, это жизнь, новая жизнь. И картину, когда смотришь, как это воздушная картина и очень интересная техника у Ольги. Так что, Ольга, поздравляю вас, ваши две работы, мои фавориты, стали моими фаворитами. Давайте перейдем на четвертую работу, Вадим Яякинкин. Картина, графика, очень легкая, использована, потому что сразу видно, что художник хорошо может кистью и тушами всеми работать, потому что сразу видна свобода. Свобода видна всегда тогда, когда художник профессионал в своем деле. Здесь, если детально посмотреть, много интересного увидите. Но я, когда первый раз посмотрел, мне просто понравились цвета и воздушность. И так отдельно, но там есть слеза, оказывается, которая не поймешь, это от горя или от радости. И это есть самая задумка художника, по-моему. Так что, Вадим, вы тоже заинтересовали меня и попали в этот список. Давайте перейдем на следующий. Таглад Тлеузанов. Тлеузанов, извините, если не смог прочитать. Ну, это, наверное, как получается, что вот когда на эту картину смотрю, ностальгия бывших времен, потому что вот сама картина исполнена, где-то так рисовали в Советском Союзе где-то 60-е, 70-е годы. И когда смотришь, какая-то ностальгия получит, появляется у тебя, что хочешь вернуться, потому что там беззаботная жизнь, там художник сидит, отдыхает, там фрукты. И картина какая-то, хочется жить. Для меня вот название бы этой картины сделал, чтобы жизнь прекрасна. Так что вот в этом сезоне моими фаворитами стали вот этих шесть работ. Спасибо за внимание. Рад с вами в этом сезоне тоже общаться. Желаю удачи в следующем сезоне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова